Там у них был чуть поближе Не, ну все равно суть такая Ладно, еще раз, с вами Окупай Арбат Пожалуйста Просим мы окнуть, если вы нас Видите, слышите и так далее Ну хотя это действительно был первый такой момент Который потом Как-то отталкивался Но все-таки, мне кажется Это совсем то, что сейчас Ну сейчас же не средневековье Понятно, я просто пример Да Вы нас видите, слышите Слышите ли вы нас, видите ли вы нас Слышите ли вы меня в андерлоге Отлично Мы на Окупай Арбат Здесь холодно Люди ходят завернутые в пледы Я только что узнал, что в Питере творилось Я сплакался Не творилось А там в принципе то же самое, что И у вас в Москве На чистых прудах Но блин Для меня это как весть с родиной Хоть и запоздалая Но действительно до слез продирают Я очень надеюсь То, что пока я здесь Я смогу наладить Контакт с ребятами С Петербурга И будем двигаться вместе И выдвигать идеи Как и они нам Так и мы Так что вот так Спасибо Но я думаю, что если мы эту инициативу как-то громко озвучим Она должна быть очень хорошо сформулирована, очень четкой И очень внятной Она должна быть как вот куча наших маленьких инициатив Которые вот как раз в противовес тому, что А вы не знаете, чего вы хотите Нет, мы знаем, чего мы хотим Мы просто Мы не хотим звезду с неба Мы хотим маленьких вещей Но очень конкретных Вот эту, вот эту Во-первых, сейчас Вот я, например Я хочу понимать Меня действительно держат за идиота И за последнее говно И плюют мне Или это Ну, может кто что не в курсе Может от недопонимания Я хочу это увидеть Я хочу это пощупать Верная идея Вот если ты помнишь После Сахарова Была такая, да Вот как бы инициатива Да, действительно Переговоры Собрать круглый стол Грубо говоря Путин заявил, что А с кем там разговаривали? Вот с кем там Вот с кем Я не вижу, говорит С кем там разговаривали Вот поэтому Я и говорю о том Что надо четко представлять людей Которые будут представлять нас И про каждого Мы должны сказать Почему именно этот человек Да? Вот То есть Если это Ксюша Собчак То почему? И это должны быть люди Серьезные Да? Потому что У нас все как-то Вот Все Как в детском садике Да? Мы такие чистые Светлые Мы как в детском садике Мы серьезными вещами Не занимаемся Серьезными вещами Занимаются только партии Мы можем с ними соглашаться Не соглашаться Но серьезными вещами Реально заниматься Может только партия Это факт Да? Потому что они состоятся Именно для того Чтобы заниматься Серьезными вещами Серьезными вещами Серьезными вещами Нет Паркет Да Я считаю Когда паркет Серьезными вещами Считаться Считаться Ну вот видишь ли Нет Я с тобой не согласна Ты же не должен Считаться Собщественностью Прям совсем Да? Есть какие-то нормы Которые должны Соблюдаться Но если тебе не нравится Моя ложь То извини Это твои проблемы Правильно? Вот Поэтому партия Это то же самое Партия Она заявляет Какую-то свою программу Какое-то направление Она говорит Например Среди демократы Или мы там Утро-левые Да? Человек выбирает Ничего контролироваться Не должно И в том-то все и дело Идешь ты туда Вот и все Ты к этим присоединяешься Или к этим присоединяешься Вот и все Вот только в этом контроле Потому что грубо говоря Партия Цель партии Получить как можно Большую поддержку Чем больше Хочет она получить поддержку Тем больше Она должна прислушиваться К требованиям Наибольшего количества граждан Околорыночной Такой вот А собственно В этом политике И состоит На самом деле Нормальное политическое движение В общем я Как бы мысль закинула Давайте думать Кто ее будет думать дальше И как-то Я тебе расскажу Я предлагаю Я предлагаю Выйти на общественное телевидение Российское ОРТ Канал называется Знаете такой Вот Я тоже забыла Вот Выйти на него С инициативой Вызова Владимира Владимировича Путина И кого он Он посчитает Нужным Или кого мы Посчитаем нужным С одной стороны И с другой стороны Тех людей Которых мы Посчитаем нужным К нормальной Продуктивной дискуссии И именно на таком канале Чтобы эту дискуссию Видели те люди Которые Сейчас Жди Которые Я вношу Предложение Все что вы тут Делаете Это утопия Сеять на асфальте В ожидании чудес Это утопия Изначально Поэтому давайте Вот этими утопиями Что-то пробивать Он уже выходил На полдруге Это бесполезно Подавать надо Это все понимают Кто в это верит Даже сам факт Заявления И их отказа Это уже кое-что Уже многим По крайней мере Думающим людям Это говорит О чем Не ну да Правильный ход Потому что Действительно Документ терпит многое Это понятно Но грубо говоря Одно дело Действительно Для всех людей Мы просто сидим Или мы действительно Готовы к реальному разговору Нормальному Это разные вещи Согласен Понимаешь Надо конечно подумать Как это правильно Включаю кнопку И верю в Свято В то что Владимир Владимирович Хороший человек Правда что-то не понимает Да Ну вот И от этой позиции Отталкивайся Не понимаешь Приходим и тебе расскажем Правильно? Уже несколько месяцев Пусть он отказ Окупай Абай Ему не предлагал Встретиться На публике Вызывали Окупай Абай Не предлагал Мне об этом Неизвестно Если есть Есть такое Расскажите мне Об этом Я буду думать Другую мысль Может быть Владимир Владимирович Участвовал в дебатах Предвыборных Вы видели это? Нет вот именно В связи с тем Что он не участвовал Я все таки хочу Сейчас-то уже Он дебатов не участвует Никаких честных интервью не дает Все интервью подставные Это известные факты Это известные факты То что вы говорите Вы ничего нового Сейчас не сказали Он ни с кем не будет Ни о чем разговаривает Если будет разговаривать То это будет липа просто Понятно Поэтому что? Предлагать все равно надо Должен народ Походить на улице По 100 тысяч По 200 По миллионам И что? Когда Все из Единой России В один день выйдут Скажут Владимир Владимирович Вор Если будет миллионы на улице А Владимир Владимирович Убежит За границей Мне так не кажется Что если выйдут Это выйдут Господа позвольте Я вот просто послушаю Вот такая абсолютно Очевидная проблема Вырисовывается В вашей позиции Нам надо Определить Нет 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 Я спрятаю в предложении Дело в том Что надо чуть-чуть Дифференцировать Именно момент Бумажных обращений И момент Притяжения масс Внимание масс К нашей проблеме Дело в том Что заявление Да отлично Мы можем написать Владимир Владимирович Пожалуйста Придите к нам Совершенно Предложение Да Совершенно очевидно Абсолютно очевидно Что Не предвидится Этого никогда В то же время Существуют Какие-то Более доступные Какие-то моменты Где можно действительно Появиться Где можно поговорить Где можно с кем-то Хотя бы поговорить Хотя бы от него Но У нас есть Три требования Это требования Мы выдвинули Господин Путин О них знает Прекрасно Люди приходят сюда Поддерживают их Либо не поддерживают Если кто-то Какие-то заявления пишет Каких-то депутатов Выдвигает Это их личная инициатива Пожалуйста Делайте Вот вы сейчас здесь Решили что-то написать Решили что-то Идите пишите Идите переговаривайтесь Какие три требования Отставка Путина Конституционная реформа И отпустить Все полиции заключенных Все остальное Конституционная реформа А что она должна Изменить Конституционная реформа Она должна просто Сделать более Демократическое государство Ограничить власть президента Телитическая реформа Наверное Конституционная 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 реформа Что предполагает И все Вот это у нас простые Если Путин Не уходит в отставку Значит он не принимает Он не идет на переговоры. Значит, мы собираемся здесь больше, соберется полмиллиона, придем уже постучимся в ворота. Понимаете, мы не будем сейчас растягивать, делать еще какие-то, кого-то выдвигать. Мы не выдвигаем ни президента, ни кого. Мы создаем политическое поле, мы требуем соблюдения закона. Понимаете, чем больше мы сейчас будем расплываться, тем больше люди не будут нас понимать и, соответственно, они не будут нас поддерживать. Я как раз к тому, чтобы люди нас понимали, понимаете? Вот как раз диалог нужен. Диалоги только понятны, кто что въедет. Диалога никакого нет. Мы здесь собираемся к гражданин России. Если вдруг завтра кого-то из нас пригласят в Кремль и скажут, что через два месяца Владимир Владимирович там что-то пообещал и сделает, значит, меня отставляют, и пусть они ведут переговоры. У нас четкие требования. Четкие. Все. Никаких переговоров не будет. Мы уже достаточно отступили, поэтому сейчас уже делано до конца. То есть, как бы, собираются люди с общим интересом. А почему вы сказали, что открывается от камеры? Вот просто из интереса. У вас просто все приметы. Айпад. Открывайте. Ну ладно, все молчите. Сегодня в час ночи выходят Удальцов, а завтра выходит Навальный. То, что он говорит, и я говорю, оно не очень имеет. Поэтому, если мы сегодня не воздержимся, пойдем на Гоголе, проведем, собираем, все сделаем. А завтра Удальцов и Навальный сами решат, что и как. А, то есть вы хотите, чтобы кто-то за вас решал? Нет, мы уже все решили. И Навальный с Удальцов тоже решает, куда они завтра придут. На Гоголе там просто очередное шоу под названием «Ассамблея». Кто хочет, тот входит, посмотрит. Кто не хочет, не посмотрит. Они ничего не решают. Знаешь, это общее собрание, никак не ассамблея. Это не общее, Кирилл, это не общее собрание. Это эти ребята, которые приватизировали наши деньги. Ассамблея, признавая собственную недостатусную энергетику, собирает людей, чтобы выработать единый орган управления лагерем. Никакого единого органа управления у нас нет. У нас есть четкие требования, у нас есть лагерь. Управлять будут, когда будет создано условие нормального государства. Появление здесь, я так понимаю, что здесь люди открыты к дискуссии. Вы приходите говорить, у нас три требования, все, до свидания. Я вот не поняла, я вас первый раз слышу. Нет, я говорю сейчас именно от лагеря. А естественно, где вы... А почему вы говорите от лагеря? Потому что я очень многих знаю, и очень многие люди меня поддерживают, которые здесь в лагере. Нет, от лагеря того, как... Давайте, давайте, смотрите, я прихожу к вам. Это называется те люди, которые ночуют. Вы приходите сюда. Вы приходите сюда. С предложением. Которое я предлагаю обсудить, доформулировать, доделать. Или сказать, что нафиг этот цирк. Но я бы хотела аргументы. Хорошо, вот если вы хотите сформулировать эти три предложения, и, пожалуйста... Почему три предложения? А нам не надо растягиваться сейчас. У нас есть проблемы, у нас не работают законы, у нас незаконно выбранный, у нас незаконный президент. У нас очень много несправедливо и осужденных людей. Вот это основные проблемы. Все остальное делается в рамках закона. У нас есть государство, у нас есть законы, у нас есть институт. Они просто должны работать. Мы просто их должны заставить работать. Это все слова, вы понимаете? Это не слова, это факт. Никакого механизма вы не предлагаете, для того, чтобы к чему-то привести? А я не могу его предложить, я не государственный деятель. Подождите секундочку. Я не могу не предлагать никакого механизма. Все законы, все институты, все существует. Они не работают. Вы не говорите очевидные вещи, я это понимаю. Ну так очевидные вещи. Наша задача заставить их работать. Как я могу предлагать кого-то президента? Как вы собираетесь заставить их работать? В первую очередь тем, что будут соблюдаться законы. Хотя бы вот то, что сотрудники милиции... Они должны начать соблюдаться, если до данного момента они не соблюдают. Потому что мы собираем людей... Потому что вы собираете людей. Да, и у нас рядом многое... Вот то, что я говорю, то, что я предлагаю, оно работает на цель увеличения количества наших людей. То есть у нас с вами как раз интерес-то общее. Просто надо подкадываться к тому, что... Все очень просто. Если вы что-то хотите сделать, пожалуйста, предлагайте и сами делайте. Не надо разбавлять наши главные задачи. Потому что сейчас придет там политики... Вот сейчас три дня, политиков никого нет. Потому что вот здесь наконец остались люди, да? Которые реально вот что-то делают, да? Да, да. Вот, потому что... Что-то делают что? Они делают гражданское общество, девушка. Таким образом? Вот таким, потому что я гражданин России, я сюда пришел, я здесь. Вот смотрите, я сюда пришла, вы мне говорите, три требования и все, вы меня ограничиваете. Какое гражданское общество вы делаете? Понятно, если у вас еще какие-то другие... Вот там есть баррикадные, там националисты заявляют. Нет, я вас не отправляю. Вы говорите, у вас еще... Пожалуйста, выдвиньте их и сядьте вот рядышком. Я вам говорю, что мое предложение работает на вашей задаче. Нашей задаче. Для того, чтобы купить хлеба, надо заработать денег. Взять их, положить в кошелек, принести в магазин, заплатить. Задача купить хлеба. Но сначала надо заработать денег, понимаешь, цепочка такая. Для того, чтобы сюда пришло больше людей, им надо дать какую-то информацию, размышлению.